Губернатор Андрей Никитин посетил Батецкий район. Глава региона побывал на социальных объектах и познакомился с работой аграрного предприятия. В числе прочего Андрей Никитин отметил разительные перемены, которые произошли в райцентре за два последних года. Алена Сустина подробнее. Так получилось, что поселок Батецкий два года назад стал одним из первых муниципалитетов, что довелось посетить тогда еще в Рио губернатора Андрею Никитину. Ранняя весна придает серости, делает угрюмым даже самый красивый пейзаж. А уж Батецкому двухлетней давности и вовсе похвастаться было нечем. Не то что теперь. Жизнь в отдаленном поселке заиграла яркими красками. Главная площадь оделась в ровный асфальт, здание железнодорожного вокзала как с картинки. Жизнь кипит, поезда мчатся во всех направлениях. 1 мая дополнительно по следам будет ходить пригородный Новгород-Батецкий. И на лето, который среда, суббота-воскресенье тоже с Новгорода до Луги, с Луги до Новгорода, потом и Санкт-Петербург, который на летние перевозки. Планы есть, мы пока рассказывать не будем про них. Но пока молчим. Для тех, кто никуда не спешит, развлечение в паре метров. Центральная детская площадка прошлой осенью пополнилась и спортивной. На четырех сотках разместились уличные тренажеры и сцена со скамейками. И это только начало. Мы хотим продолжить здесь все благоустройство. Вот у нас дом культуры районный. Вот эта земля свободная, пустая. И мы хотим здесь сделать сквер отдыха. Такой с дорожками, с лавочками. С коляской пройти, просто посидеть, чтобы жители могли отдохнуть. Радует глаз и мобильная поликлиника. В субботний день здесь пусто. У докторов выходной, но в будние дни очередь занимают с самого утра. Всем не терпится пройти обследование раньше соседа. Уровень удовлетворения здравоохранением растет на глазах. Вот записываются сначала в больнице, проходят. У нас идет там, значит, анализы сдают. А потом идут к терапевту сюда. Терапевт назначает вот УЗИ, кардиограмму проходить и все остальное. Народа очень много. Но это у нас еще поселковые пока идут. А потом пойдут, когда деревня пойдет, конечно, будет народу больше. Подвоз организован с деревень. Так что, я считаю, довольны. Довольны, очень даже довольны. Новшество и в стенах ЦРБ. Неботецкая, Новгородская. С 1 февраля медучреждение находится под крылом больницы областного центра. А значит, два раза в неделю сюда приезжают специалисты из Новгорода на плановые осмотры. Прием специалистов. Участковая сельдшер работает, терапевт принимает. Здесь же кабинет у нас хирурга, есть хирург, есть гинеколог. Прием только что закончился, поэтому у нас персонал еще пока на месте. Здравствуйте. Это участковая сельба, окружающая непосредственно поселок Ботецкий. Как у вас? Там вот все хорошо. Хорошие люди, хороший край, хорошие условия для ведения бизнеса. Об этом губернатору уже рассказывает предприниматель Олег Бондарев. Житель Ленобласти, площадей для разведения мясной породы коров у себя на Малой Родине найти не смог. А тут и поля, и помощь местной администрации, и новые возможности в плане кооперации. Земли сколько у вас? У нас общий фонд арендуемый сейчас 1200 гектаров. Значит, из них мы на текущий момент около 600 уже ввели. И ежегодно 100-150 прибавляем. То есть работа идет постоянно. Наращиваем поголовье, прибавляем землю, докупаем технику. В это время выстраиваем правильный сбыт, потому что там, скажем, с копом сразу же тяжело. Поставки в Петербург, Москву, розничная торговля в Великом Новгороде тоже налажена. И это уже заслуга кооператива. В прошлом году они получили грант на его создание и открыли самый современный в нашем регионе цех по переработке и упаковке. Уже летом здесь будут разделываться не только туши крупного рогатого скота, но и баранины, и птицы. Работают на предприятии только местные, а за качество продукции отвечает лично гендиректор. И обещает, что к 2020 году поголовье скота увеличат вдвое. Из Батецкого района Алена Сувтина, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение.